В следующем году семьи оленеводов в селе Несь отметят новоселье. Строительство семи домов каркасного типа начали этим летом в рамках пилотного инвестиционного проекта, рассчитанного на несколько лет. Всего подрядчик планирует возвести 40 индивидуальных домов, а также благоустроить прилегающую территорию. Таким образом, в селе на месте пустыря появится новый микрорайон. Александра Литкова расскажет подробнее. Вопрос обеспечения жильем оленеводов в селе Несь решался на протяжении нескольких лет. Вариантов было несколько. Один из них – покупка готовых домов. Но соответствующих необходимым требованиям в селе не так много. Удалось приобрести жилье только для одной семьи. Поэтому пошли по другому варианту. Рассмотрели вариант как инвестиционный проект. Конечно, очень долго искали инвестора, который, как говорится, на свой страх и риск будет вкладывать свои средства. Но, тем не менее, нам это удалось. Подрядчик потенциальный взял в аренду 40 земельных участков на территории муниципального образования. Перед этим мы провели небольшую подготовительную работу по осушению этого участка. И в этом году началось строительство первых семи домов. Площадь возводимого жилья индивидуальна. Все зависит от количества человек в семье. Сейчас здесь строят четыре дома по 45 квадратных метров, два по 60 и один 90 квадратных метров. Дома строятся из быстровозводимых конструкций на винтовых сваях. Поэтому уже осенью будут готовы. Сначала сваи заворачивают. Потом делаем вот такие кладные снизу, брусья, два стола. Стены, панель, пенопласт подойдет с обрешеткой из жести. Такие дома были построены в поселке Красное несколько лет назад и хорошо себя зарекомендовали. Всего на сегодняшний день в НИСИ ждут улучшения жилищных условий 25 семей оленеводов. В течение нескольких лет компания из Архангельска планирует возвести в НИСИ 40 каркасных домов. Таким образом в селе образуется новый микрорайон. В перспективе мы планируем, что это будет выглядеть вот так. Это работа инвестора. Так он представляет будущий район для заселения оленеводов. Надеемся, что в следующем году наши первые счастливчики получат уже ключи от этих домов. После того, как дома перезимуют и пройдут все необходимые проверки, подрядчик проведет работы по благоустройству территории. Планируется оборудовать подъездные пути к каждому дому, а также строительство детских и спортивных площадок. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.